Край тружеников и творческой интеллигенции. Так охарактеризовал Лихославль советник президента страны Владимир Васильев по итогам своего визита. Несмотря на то, что муниципалитет отмечал сразу три праздника, День России, района и самого города, в ходе визита обсуждали и насущные вопросы развития территории. Первым пунктом программы стали знаменитые соколовские чтения. Литературный праздник, который проводится в память об известном уроженце Лихославльской земли поэте Владимире Соколове. Среди участников был и Сергей Лупандин. Я пишу о малой родине. Так называемая деревянная поэзия, как я ее называю. Это поэзия про деревню, про нынешнее состояние. Авторы произведений, которые вошли в сборник «Соколовские чтения», вручили Владимиру Васильеву экземпляр с коллективными автографами. Советник главы государства, в свою очередь, отметил важность того, что даже в небольших муниципалитетах есть очень много патриотов, которые гордятся своей малой родиной. Это огромная сила и энергия. Энергия вот такой вот культуры, которая передается из года в год. И лучшие люди, которыми гордится Россия, они повторяются в своих потомках. И сегодня я имел возможность увидеть их. Я хочу тоже за это поблагодарить семьи, которые воспитывают таких детей. В ходе торжественного заседания, который прошел в Окружном центре культуры и досуга, Владимир Васильев подчеркнул значительный вклад, который вносят лихославлицы в развитие Верхней Волжи. Особенно радуют промышленные предприятия. Это округ, в котором живут труженики. Огромное им спасибо, что в условиях пандемии они не опустили экономику. И даже есть рост особенного ваше настроение. Здорово, что в Твери он 22%, а здесь чуть ниже, но он есть. Молодцы, лихославцы. Вручив на этом же торжественном собрании главе района сертификат на установку спортивной площадки, Владимир Васильев отметил, что он как советник главы государства вместе с губернатором будет и дальше помогать развитию муниципалитетов. В том числе и выравнивая условия оплаты труда, выводя их на один уровень с областным центром. Субтитры создавал DimaTorzok